С проблемой водоснабжения столкнулись жители 22-го микрорайона в Пришахтинске. Вот уже несколько лет вода в квартирах этих карагандинцев редкий гость. А на днях, в период плановых отключений компании и услугодателям, 22-й микрорайон и вовсе остался на несколько суток без воды. В проблеме разбиралась Ирина Камышова. Пожалуйста, проходите, посмотрите, как у нас идет вода. Вот это вот, это называется, хорошо пошла вода. Буквально, это значит, внизу краны закрыли, вот пять минут назад она вообще не шла. Вот сейчас кто-то откроет кран, вода перестанет идти. Людмила Калмыкова уже несколько лет живет ночной жизнью. Только тогда, говорит пенсионерка, можно обеспечить себя живительной влагой, поскольку днем в кранах вода течет слезами того кота, из известной поговорки. А на днях, когда во всем городе отключали воду, она и ее соседи и вовсе остались на несколько суток без воды, рассказывает Людмила Александровна. Третьего вода шла очень плохо, четвертого она шла еще хуже, и даже в шесть часов вечера вода встала совсем. То есть практически набрать, сделать большой запас воды у верхних этажей не было. Это даже на четвертом этаже. А пятый этаж, значит, и этого не смогли набрать. Шестого, когда всему городу открыли воду, нас целый день кормили обещаниями, что запрессуется и пойдет вода. И только к вечеру стало известно, что случилась авария. Фрунзе один. Оказалось, что с трубами проблемы. Зауженный диаметр трубы, частые порывы и многочисленные чопики. Жители 22-го микрорайона стучатся во все инстанции. А руководство компании Караганды-Су даже лично пообещало заменить злополучную трубу. В 2011 году он уже не обещает. Этот вопрос находился под личным контролем и сейчас находится под личным контролем начальника отдела жизнеобеспечения Карагандинского городского акимата Кашигулов. Там есть такой Бикет Бикбаевич. Он, правда, откликается всегда на наши заявки. Что-то там предпринимает какие-то меры. Но эти меры всегда очень краткосрочные, временные. На некоторое время вода появляется, потом нам опять нужно жаловаться. Жители нескольких домов даже обращались к депутату Можилиса парламента Мухтару Теникееву. Однако вода, как была редким гостем в этом микрорайоне, так и осталась. Господин Ролич, это технический директор Караганды-Су, он нам уже вот сколько лет в присутствии Акимов обещает заменить часть трубы вот здесь возле магазина Таймас. Говорят, там технические какие-то проблемы. Но вот это уже мы ждем сколько лет и никаких сдвигов нет. Вода – это жизнь, и мы все проживаем здесь, на Пришахтинск. Просим обратить внимание на Пришахтинск. Мы такие же люди города Караганды, как и все остальные. Пока пенсионеры демонстрируют безжизненные краны, через дорогу питьевая вода бежит по улице ручьем. Хоть кружкой черпай, говорят местные жители. А весной, вспоминают старожилы, этот прорыв мог стать виновником трагедии. Несколько месяцев назад, когда воды было еще больше, здесь едва не утонула слепая женщина. Почему еще с прошлого года Караганды-Су не может устранить этот прорыв – загадка. И всегда вот тут вот постоянно что-то текет, что-то грязь, лужи, постоянно приходится перетаскивать коляску. Звоню и ругаюсь, говорю только. Они уже на нас внимания не обращают. Этот Пришахтинск нас задолбал. Вот их ответы со всех сторон. Что говорят? Мы не знаем, в чем дело. Прессуют они, говорят. Да, это вчера они сказали, прессуют. Да, сейчас мы вообще не знаем. Вы к нам постоянно обращаетесь, а толку никакого нет. У нас там запах мочи в квартире. Между тем, в компании Караганды-Су нам пообещали, что на проблему с водой в 22-м микрорайоне они обратят внимание. В ближайшее время туда выйдет ремонтная бригада. Смогут ли тогда эти карагандинцы в полной мере воспользоваться благами цивилизации, покажет время. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания «Галакси Групп» с торговой маркой «Алюгал». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».